Снижение объемов строительства и слабая работа по привлечению инвестиций, падение объемов промышленного производства и розничной торговли, а также снижение поголовья скота. Под председателем Акима области у нас сына у Розалина состоялось совещание по исполнительской дисциплине Акимов Иргизского и Байганинского районов. Было отмечено, что в Иргизском и Байганинском районах приняты меры по повышению качества жизни и благосостояния населения. Так, в селе Иргиз в целях обеспечения населения питьевой водой проведена реконструкция водопроводных сетей, завершается капитальный ремонт здания центральной больницы, ремонт внутрипоселковых дорог. В селе Караул-Кильды Байганинского района строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Сдача объекта ожидается в конце текущего года. В 2020 году будут газифицированы сельские округа Жарлы, Ногайты, Кимерши. Вместе с тем заместитель Акима области Руслан Хамбаров сообщил, что потенциал Иргизского и Байганинского районов использован не в полной мере. Доля действующих субъектов МСБ это 87,8. Розничная торговля 95,1. Овцы по голове 89,2 и козы по голове 77,3. Так, в Иргизском сниженные объемы строительства наблюдаются слабые результаты по привлечению инвестиций. В Айганинском районе также снижены объемы промышленного производства розничной торговли. Не ведется должным образом работа по развитию сельского хозяйства. Снизилось поголовье мелкого рогатого скота, производства молока, яиц. Кроме того, в районах не реализованы проекты в рамках государственно-частного партнерства. Поручаю Акиму Иргизского района Аканату Шахину и Акиму Байганинского района Кайрату Отарову усилить работу во всех сферах и привести показатели в соответствии в двухмесячный срок. Кроме того, были обсуждены вопросы низкой активности в районных Акиматах в социальных сетях. Акимам было поручено усилить работу по налаживанию обратной связи с населением в рамках концепции главы государства «Слышащее государство», своевременно реагировать на обращения и информировать жителей посредством соцсетей. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.